Сус отметил, что его-то задача была простая в нынешнем сезоне в топ-5 оказаться, выиграть несколько медалей чемпионата мира, выиграть призовые места на этапах Куку Планеты. Я предельно мотивировал, но одновременно и расслаблен, сказал Мартан Фуркат. Я просто буду получать удовольствие от гонки. Итак, Маковеев, 28 секунд проигрыш. Очень неплохо начала вот эта группа, но здесь, кстати, есть и Бернбахер, которого я не назвал в числе фаворитов. Он тоже после перенесенного заболевания, но немцы идут очень плотно. И посмотрите, какая хорошая команда вырисовывается у сборной Германии перед эстафетой. То же самое, наверное, мы можем сказать и про норвежцев, но все-таки посмотрите. Три очень сильных человека. Ларс Бергер, наверное, им уступает, но есть еще Уз. Ули Айнер Бьерндален сегодня стартует на 22-й скромной позиции. Минуту 22 проигрывает. Он был очень удручен своей плохой стрельбой в предыдущей гонке, но Бьерндален отметил он состояние в контактных дисциплинах работать на ноль. И сегодня именно к этому будет стремиться Арт Пайфер на ваших экранах. Человек, который с удовольствием приехал в Канты-Мансийск. Блестящий совершенно спортсмен. Тарий Бео, кстати, тоже отметил, что я не сильно-то переживаю по поводу того, что мне не удалось выиграть. Хотя, конечно, я стремился победить. И тоже самая главная задача для меня просто спокойно, хладнокровно пройти гонку преследования. Итак, после 900 метров Иван Черезов идет в 18-м минуту 12 проигрывает. Российский спортсмен несколько секунд выбрал. Устюгов 29-й минуту 35. Ну и сейчас мы посмотрим, насколько даже не удастся приблизиться Фуркаду, потому что он уже обжигает горячим дыханием скину соперника. А когда будет атаковать? Но пока 3,9 секунды. Посмотрим, насколько сейчас превзойдет Мартан Фуркад Пайфера на подходу к рубежу. По-моему, это Фридс Фишер, да. Один из наставников немецкой команды сейчас подсказал своему подопечному. И здесь целая группа. Целая группа, которая пытается не отстать. Маковеев тащит Бёрн. Они идут, кстати, быстрее Пайфера, но уступают Мартану Фуркаду. Посмотрите. Маковеев, Бёрнбахер, Свенсен, Штефан. Свенсен тоже предельно мотивирован, конечно, после своей неудачи. Поскольку не попал в лыжную эстафету, ему нужна медаль. Может быть, как раз психологически Эмилю Хегли сегодня потруднее, нежели Бёрн, нежели Бёрн Далину, нежели Ларсу Бергеру. Ну а Мартан Фуркад тем временем уже подошел вплотную карду Пайфера. Я уже рассказывал про немца, который 9 лет в биатлоне, он сейчас действующий полицейский. И повторюсь еще раз, что Пайфер говорит на так называемом фок-дойч, литературном немецком языке, в отличие от коллег, которые не курицком, саксонском, южном диалекте. То есть он как диктор на центральном немецком телевидении, ведь он родился в Ольтенбюктеле. Это недалеко от Ганновера, там самый чистый немецкий язык. Вот такая любопытная подробность, которую я вам сообщал уже, но не дурно сказать еще раз любопытные вещи про очень начитанного, грамотного парня, который выиграл свою вторую золотую медаль чемпионата мира в прошлогодние смешанные эстафеты. Как раз здесь, в Канты-Мансийске. И для многих это счастливая земля, но нам хотелось бы, чтобы прежде всего она была для Андрея Маковеева. Через их идет по 17-м, на отметке 20 лишним. Услуга в 32-м. Несколько позиций потерял. Так, я смотрю Маковеев. И за ним еще 4 человека. Мартан Фуркат, блеск. Пайфер, блеск. Меняются они местами. Фуркат быстрее отработал. Кстати, напротив Гюрнбахера звездочка горит. Может быть, он нарушил время старта. И сейчас, если ты чуть раньше дернулся плюс-минус 3 секунды, что называется, тогда 30-секундный штраф. Ну, позже можно, раньше нельзя. А вот если больше 3 секунд, тогда тебя дисквалифицируют. Посмотрим, что будет Гюрнбахером дальше. Штефан, промах. Промах Маковеев. Маковеева 75% на лёжке. Это немного. Бюрнбахер попал. Два у Маковеева. К сожалению, Свенсен точен. Да, последний выстрел. Блеск. Ну что ж, вы видите, все те стабильные люди. Они стреляют здорово. А у Андрея, увы, 2 промаха. И зацепиться за эту группу, к сожалению, не получилось. Бюрнбахер, 32-4. Проигрыш. Мартан Фуркат сейчас будет, наверное, удирать. Насколько приблизится Свенсен, посмотрим. Шлейзингер застрелился с самого начала. Литстрем прекрасно. Крайс здорово. Дереземля. Его в хантах тоже везёт. Он молодец. Черезов стреляет достаточно медленно. Главное, чтобы было точно. Ветеран из Латвии, самый опытный Брицес, мажет. Виндих попал. Два у Брицеса. Черезов промах. И сейчас мы увидим россиян достаточно далеко от этой центральной группы. Линстрем 10 лучших замыкает. Минуту 0-2. Хофер Бауэр. Минута 2, минута 3. Пока никого из сборной России нет, к сожалению. Стреляет Евгений Устюгов. Суман. На 14-й позиции. Минута 13. Вот вам, пожалуйста, уважаемые друзья. Российская команда, к сожалению, начала гонку не сильно. Фуркат Пайпер, Бернбакер. Все остальных вы видите в десятке сильнейших. Реклама. Макавеев, 16 минуты 23. Два промаха. Реклама. 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 КОНЕЦ Продолжаем наш прямой репортаж Итак, Чересов 1 промок, 24-й, минута 42 Устюгов 26-й, слава богу, на 0 Стартовал 29-й, минута 44 И Шипурин, молодец, 5 позиций отыграл Отработал точно, 2-0-5 Спортсмены идут на второй круг И сейчас уже приближаются лидеры Косечки 4,6 И вот любопытно Мартан Фуркат пропустил сейчас Пайфера вперед Что это, тактическая игра француза Или сейчас немец чувствует себя в полном порядке? Фрид Фишер сейчас рассказывает, как нужно стрелять Куда делать поправку Показал Куда, собственно говоря, попал немецкий спортсмен Важно реагировать на ветер Он по-прежнему здесь очень-очень приличный И вторая волна на отметке 4,6 Давайте смотреть, какое отставание Оно приличное Было 32 секунды По-прежнему Чуть-чуть, может быть, быстрее Бео идет Бернбахер, кстати говоря, стартовал раньше И мы ждем решения жюри То ли 30 секунд, то ли дисквалификация Ему очень не повезло Спортсмен сейчас на старте в Пасюте Должен быть предельно внимательнее Вспомните ту свистопляску, которая была на Олимпийских играх Сейчас спортсмен отвечает за свой старт Он знает, сколько он проигрывает И должен четко Видя на табло, собственно, свое отставание Сразу же пойти в гонку И третья волна Поворот Штефан Хофер Больше минуты Симон Фуркат Андрей Дереземля Страйс Зуман И вот только-только сейчас будет проходить Андрей Маковеев Два промаха, к сожалению, удручающее начало Пока идет уже на 16-й позиции На отметке 3,4 Сейчас мы видим, что одну позицию отыграл На 15-м месте минута 26 Вторая лежка Синхронно пришли Пайфер впереди Пайфер 23 Фуркату 22 88% точных попаданий У немца И 86% у французов Стрельбе из положения лежа И посмотрите, какой ветер Порывы до 15-17 Промах француз На круг бежит А вот Пайфер будет лидером Сколько проиграет французский спортсмен И как сейчас отработают те, кто следом пришел Так, вот сейчас контрольная отсечка И отправляется на штрафной круг Это 20 с небольшим секунд Уже мы пишем отставание французского парня Итак, Свенсен, Бернбахер и Бео У Бео 87 на лежке Он в нынешнем сезоне очень стабилен Что касается Свенсена Он вообще хорош в стрельбе из положения лежа 90% У ребят есть определенные проблемы на стойке Но у Бео их меньше А Бернбахер попал Как жалко, что он сделал фальстарт Жигатов мы видим неплохо Эмиль Хеглиев, блеск Вот посмотрите, несмотря на ветер Несмотря на тяжелейшие условия на стрельбище Лидеры справляются Конечно, не без помощи тренеров Потому что ведут их очень аккуратно Итак, фуркат 27, что и требовалось доказать Бернбахер 3, 34-3 Свенсен 39 Но Бернбахера мы уже можем практически вычеркнуть Он минимум, что получит 30 секунд Зато нарушение Бео 44-6 Лучший среди нас Маковеев Посмотрим на отметки 4,6 Черезов 21-й Устюгов, 24-й Черезов 30-й Шипулин Ой, Бауэр, как плохо Посмотрите, Хофер застрелился Штефан попал Гереземля Молодец Симон фуркат Обретает себя наконец-то Старший фуркат Работает Маковеев на стрельбе Грайс, по-моему, промах Эдер быстро, точно Виндик, здорово Андрей Маковеев Последний мишень еще остается Бьерн Даллен пообещал стрелять точно Но это получается У Маковеева на втором рубеже А Даллен промахивается Черезов Молодец Так, ребята Очень хорошо И здесь, кстати, группа Спасмена, включая Бергера Кстати говоря Отработала очень сильно Так Так Посмотрим После второй стрельбы Ситуация чуть-чуть изменилась В нашу пользу Особенно хорош Женя Который идет сейчас 13-м А стартовал он 29-м 18-й Черезов Лучший по-прежнему Маковеев 11-й Но проигрыши там большие У Маковеева минут 38 Минут 41 У Устюгова У Ивана Черезова Минута 45 Но, во всяком случае, сейчас нам хотелось бы, чтобы ребята Безошибочно прошли вторую часть дистанции С точки зрения стрельбы И, в общем, нащупали, наверное, тот темпо-ритм Который им позволит проходить нормально Последнюю часть дистанции Пока сложно сказать, кто побежит в следующий